МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том числе аспектам профессиональной переподготовки сегодня уделяется очень большое внимание, что продиктовано крайне динамичными темпами жизни. Готов ли Приморский парк столицы к встрече отдыхающих? Отрицательный ответ был дан проверяющими ровно месяц назад. После конкретных замечаний, поручений городским службам специальная комиссия вновь прошлась вдоль Каспийского побережья, чтобы оценить, что изменилось за это время. Все увиденное стало поводом для проведения специального совещания. Вердикт – на сегодня городские службы работают неслаженно, – говорит руководитель администрации главы и правительства Дагестана Рамазан Алиев. Абсолютно не видно, что там что-то, то-то наводит порядок, содержит это. Я увидел, конечно, полное отсутствие такого хозяйского отношения, бережного отношения к тому, что нам люди доверили. Торгуют, я не знаю, у людей ни документов нет. Антисанитарии полные. Кто дает разрешение на торговлю? Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Муса Мусаев проверил ход строительства нового дома в Избирьбарше в рамках адресной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По итогам осмотра стройплощадки министрам была дана высокая оценка ходу и темпам реализации адресной программы на территории данного муниципального образования. Сегодня во всем мире в рамках Всемирной недели безопасности дорожного движения проводится День безопасности на железнодорожных переездах. Водители нашей республики также поддерживают эту акцию и присоединяются к ней. С развитием темы начальник отдела инфраструктуры Махачкалинского отделения Северокавказской железной дороги Газимагомед Магомирзаев. ООО РЖД придает большое значение вопросу обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Работа по улучшению технического состояния переезда и внедрение технических средств направлена на снижение аварийной инерции. Однако положение с обеспечением безопасности на железнодорожных переездах не стабилизируется и вызывает особую тревогу. Положение с обеспечением безопасности на железнодорожных переездах остается неудольствием. Руководство крайне озабочено с логической ситуацией по обеспечению безопасности движений на железнодорожных переездах. На 1-6-й в 2015 год переезд к региону пострадало 5 человек. Погибло 2 человека. За аналогичный период прошлого года пострадало 2 человека. Погибших нет. По количеству ДТП по региону на текущий период 2015 года по сравнению с 2014 годом увеличился на один случай. Жаль, водитель Республики Дагестан, соблюдайте безопасность на железнодорожных рейсах. Будьте бдительны и осторожны. Сегодня в 15 часов в конференц-зале Национальной библиотеки создается вечер памяти известного дагестанского писателя и журналиста Умур Ахил Шапиевой. Жизнь и судьба личности творчества. Новости культуры. 5 июня Дагестанская государственная филармония приглашает на концерт джазовой музыки. Специально для участия в 8-м международном музыкальном фестивале Порт-Петровской ассамблеи в Махачкалу приедет легендарный джаз-оркестр Кима Назаретова. Этот знаменитый коллектив стал оркестровым университетом для многих талантливых музыкантов. Звездный состав и невероятные комбинации доставили массу положительных эмоций не только профессиональным болельщикам футбола, но и любителям. Тысячи дагестанских зрителей стали участниками грандиозного праздника, устроенного в честь возвращения дагестанской команды Анжи в Премьер-лигу. На поле вышли легенды дагестанского футбола и популярные российские актеры и певцы. О том, как это было и кому в этот вечер благоволила фортуна, спортсменам или артистам, расскажет Фатима Назаралеева. Такого даже Анжи-арена еще не видела. Столько знаменитостей сразу, причем играющих в футбол. Поистине звездный состав у команды с говорящим названием «Артист». Здесь и легенды футбола, и легенды эстрады. Идея сыграть такой матч пришла генеральному директору Анжи Сергею Кораблеву. Уже на поле он отметил, что это одна из самых знаменательных век в истории дагестанского спорта. Сегодня мы обещаем, что каждый день, который будет в следующем году и наступающем сезоне, будет направлено на то, чтобы в футболе клуба «Артист» завоковывал все новые и новые высоты и прославлял Дагестан. Первый гол забил Будунов. Звезда дагестанского клуба был верен своему имени. Болельщики отметили мяч громкими возгласами. Внимание зрителей буквально приковано к игре. Все как на серьезных матчах, хотя матч товарищеский, никто друг другу не думал уступать. Как скажут позднее футбольные критики, команда не стали играть в полноги, а выдали футбол качественный, серьезный, интересный. Дважды пробил ворота соперника Инальвик Серхаев. Ветеран Анжи, Карим Пахрудинов, тоже пополнил счет своей команды. Словом, было видно, как все соскучились по футболу. В этом они признались и после матча. Спасибо всем болельщикам, всем такой праздник организовали, всем нашим дагестанским болельщикам, семьям нашим. Победу в товарищеском поединке со счетом 4-1 одержали звезды Анжи. У гостей гол на свой счет записал Егор Титов. Знаменитый российский футболист Дмитрий Булыкин тоже в составе звездной команды. Признается, мог бы сыграть и лучше. Результат, конечно, не устраивает, говорит он, но и не расстраивает, ведь это товарищеский матч. К сожалению, только игроков Анжи было больше в три раза, поэтому они могли чаще меняться. А наша команда немножко подустала. Ну и не реализовали пару хороших моментов, в том числе я. Это и сыграло свою роль. Но праздник сделали для болельщиков, для региона. И поздравляю Анжи, что вышли в пример лигу. Знаменитый артист Виктор Салтыков тоже вместе с артистами. Правда, просидел весь матч на скамейке запасных. Зато потом, во время концерта, бегал по полю, словно наверстывая упущенное. Я в запасных сегодня просидел всю дорогу. Мне было не теряло, я переживал только и все. Они всегда в хорошей форме, несмотря на возраст и на то, что уже не играют в чемпионатах. Вот и еще раз порадовали публику своим неувядающим мастерством, вызвав у болельщиков ностальгию. Ностальгия царила вообще на всей арене, ведь в конце матча прозвучали хиты 80-х в исполнении тех же артистов. Настоящие спортивные страсти кипели и в Буйнакском районе. В селении Верхней Джингутай прошел традиционный открытый турнир по вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР Шаписа Лаудинова. Более 300 спортсменов оспаривали золотые медали в 11 весовых категориях. В итоге победу в командном зачете одержали хозяева ковра. Юные вольники из Верхней Джингутайской детско-юношеской спортивной школы. Об участниках и их нелегком пути к победе расскажет Арей Паримов. О том, что турнир памяти Шаписа Лаудинова пользуется все большей популярностью среди юных борцов вольного стиля, говорит тот факт, что Верхний Джингутайский спорткомплекс не смог вместить всех желающих посмотреть схватки юных мастеров ковра. Самый раз подумать о расширении спортсооружения. И близкие родственники Шаписа Лаудинова уже работают над решением данной проблемы. Нами будет построен навес трибуны и расширяться будет наша материальная база. Помериться силами Верхней Джингутай съехали с представителей 20 команд. В искусстве и гости из Ингушетти, которых привез известный в прошлом спортсмен и наставник, близко друживший Шаписа Лаудиновым Умар Ахаблиев. По его словам, данный турнир в списке других соревнований стоит в особом ряду. И победить на нем очень трудно и одновременно почетно. Турнир это очень перспективный турнир. Здесь собираются молодежь Дагестана, со всех республик, одаренные ребята. И она определенную цену для детей имеет. А в отношении Шапиа Леевича, я могу единственно сказать, этого человека я знаю очень хорошо. Это был достойнейший, мужественный, порядочный человек во всех отношениях. Ну, как эталон достойного горца. К сожалению, увезти хотя бы одну золотую медаль в Ингушеттию не получилось. Реальный шанс победить у воспитанника Ахаблиева был в весе до 38 килограммов. Но в финале путь к золотой медали ингушскому борцу преградил хозяин ковра Гусейн Лобазанов, победивший со счетом 6-5. В общем зачете победили спортсмены из Верхнего Джунгутая, в активе которых 5 медалей высшего достоинства. У представителей Карабахенского района 4 золотые медали. По одной победе одержали борцы из города Кизелюрта и Хасаюртовского района. И о погоде по сообщению Дагестанского гидромедцентра сегодня по районам республики ожидается в горных районах местами дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. В горных районах юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление до 15 метров в секунду. Температура воздуха 29-34 градуса тепла. В приморских районах 24-29, в горах 20-25, местами до плюс 30. По районам Дагестана местами высокая пожароопасность. В Махачкале ожидается без осадков температура воздуха 26-28 градусов тепла. Температура воды в море 21 градус. Это все новости данного часа. О событиях дня вы узнаете из вечерних выпусков. А я с вами прощаюсь и желаю вам удачного рабочего дня. Субтитры создавал DimaTorzok